Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали, как вас зовут? Меня зовут Михаил Дмитриев, я из Москвы. С чем вы к нам сегодня приехали, с какими номерами? Потому что у нас здесь есть и танцоры, и певцы. Я буду петь. Я сегодня исполню две песни, одна в стиле эстрадный шансон, а вторая более роковая, чуть-чуть потяжелее, очень энергичная. Песни хорошие, написанные мной. То есть вы автор своих песен, давно занимаетесь сольной карьерой? Сольной карьерой нет, недавно. А музыкой занимаюсь очень давно, более 30 лет. Настоящие профессионалы встали на путь именно сольной карьеры. То есть вы сейчас начинаете записывать свои альбомы. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Раньше у меня были коллективы, для которых я писал песни. Там коллективы были успешные. После того, как последняя из них группа «Экстра» распалась, я решил заняться сольной карьерой. Это было буквально два года назад. Я сейчас работаю в трех направлениях. Первое – это такой эстрадный шансон, веселые, песни зажигательные, заводные, праздничные. Второе – это рок-музыка, живая, энергичная. Третье – это патриотическая песня. А пока выпустил только один альбом. Он называется «Ярче только звезды». Это как раз относится к стилю шансон. То есть и в будущем еще также рок, да? Вы будете развиваться. Мы ждем от вас еще следующих альбомов, ждем от вас ваших номеров. Если вы хотите еще нам что-то рассказать, а я думаю, что вам есть что нам рассказать, то я с удовольствием послушаю. Да, нет, но рассказать всегда можно. Да, да, да. Ну, фонсировать чем больше, чем лучше. Но не знаю, о чем. Вот просто расскажите ваш творческий путь, как вот именно ставилось. То есть вы сначала писали песни другим артистам. Как вы попали в эту среду вообще? Вот как вообще? Вот ваша мечта, как она зажглась? История очень долгая. И в конце… То есть это как красиво. Да, где-то участь в последних выпускных классах школы. Я впервые взял в руки гитару, понял, что это мое, начал писать песни. Пошел в армию, вернулся из армии, стал играть тяжелый рок. Собрал группу. Это было не в Москве, я тогда жил в городе Перми. Собрал группу, она называлась «Кумиры». Была очень популярная группа, собирали полные залы. Было действительно круто. Все меняется, рок немножко ушел, появилась популярная музыка. Я занимался электронной музыкой, потом популярная. У меня было две группы, которые реально приносили доход коммерческий. То есть они гастролировали по городам Пермской области. Вы и как продюсер их выступали, да? Да, я писал все. Музыку, песни. Ну, выступал продюсером практически. Итак, Михаил у нас имеет карьеру продюсера, автора, певца. То есть вообще разносторонняя личность, которая в любом направлении музыкальном развивается. И сегодня уже это готовый актер, готовый продюсер, который вы сегодня даже можете кого-то из артистов приглядеть, да? И может быть, если вам интересно, будет развивать. Или у вас сейчас другие задачи? Вы знаете, наверное, наоборот. Так как сейчас я выступаю в амплуа артиста, для меня это, можно сказать, новое. Я впервые стал исполнителем, поэтому наоборот, надеюсь, что меня кто-то приглядит и разовьет. Скажите, пожалуйста, а на площадке ТВ Шанс вы первый раз? Да, первый раз. Очень интересно. Кто пригласил, как вы о ней услышали? Мой концертный директор, Денис, я недавно с ним работаю, и он посоветовал участвовать именно в мероприятиях ТВ Шанс. Я посмотрел видеозаписи, посчитал, что это действительно хороший вариант заявить о себе. Но вы не списываете со счетов все-таки русский рок, тем более он никогда не умрет. Я даже говорил, что брать рок-банду и играть это все вживую. Но сегодня я исполню одну роковую песню, банды не будет, но я спою. Но вы сегодня зажгете, зажгете ТВ Шанс. А скажите еще пару слов про рок-проект. Рок-проект. На самом деле у него даже есть название «Вежливые люди». Все зарегистрировано, название зарегистрировано, существует сайт, песни написаны. Просто я записывал эти песни с сессионными музыкантами в студии. То есть у меня постоянного состава нет, но в планах на ближайший год... Кстати, с наступающим. Вы нам еще не желаете. Да, да, да. В планах на ближайший год это все-таки собрать постоянный коллектив и с ним уже зажигать по-настоящему вживую. Знаете, я почему-то верю на 100%, что у вас это будет, у вас уже прям ваши люди к вам идут. Я такой же активности вам желаю, таких же успехов, нагоняйте обороты творческих вам, и чтобы творчество ваше горело так же. Спасибо, что пришли к нам. Приходите еще на ТВ Шанс. И сегодня мы вас с большим удовольствием послушаем. А теперь поздравления с Новым годом ТВ Шанс. Дорогие друзья и уважаемый ТВ Шанс, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в наступающем году новых имен, интересных музыкальных открытий, хорошей музыки, прекрасного настроения. Будьте здоровы и счастливы. Будем зажигать. Спасибо.